всем привет уважаемые друзья зрители и подписчики и сегодняшнем видео хотел бы показать вам еще одну посылочку которая сегодня получил мои подписчики кстати спрашивали насчет одного tv-box который недавно вышел но одна из моделей вот я принципе решил его заказать и посмотреть что он себя представляет сейчас мы его распакуем посмотрим что он себя представляет но вот мы говорим вот собственно сам тебе бокс у нас в такой вот коробочка принципе стандартно для компании me cool это тебе бокс вот если вам видно конкретно от me cool m8s pro w конкретно с w вот чем он отличается более подробно узнаем но скорее всего это в следующем видео в этом видео мы просто его посмотрим более внешне что он себя представляет вот потом я уже отдельно видео буду снимать и конкретно подключу к телевизору и покажу что он представляет уже при включенном виде и так вот так вот у нас выглядит сам это тебе бокс принципе предыдущей модели похоже были тоже довольно легкий в принципе симпатично смотрится раньше вот эта кантовочка вместо красной была металлическая блестящая такая сейчас она уже красным принципе тоже симпатично с этим смотрится и так ладно перейдем что у нас комплектации идет так мануальчик то есть этот инструкция у нас трех листочков на английском языке что как подключается где какие кнопки пульта принципе разобраться думаю сложности не составит никому так и какая-то еще картонная штука это для пульта конкретно какие кнопки что означают для пульта я заказывал этот тебе бокс с непростым пультом как часто бывает с более модным пультом с голосовым поиском вот сам пульт такой довольно небольшой здесь вот кнопочки такие прорезиненные что ли со втачивая весь пульт сам с пластика довольно качественного пластика хорошего спереди имеется вот такая вот стеклышко такое как в инфокрасном пульте в общем симпатично смотрится в середине у нас слышно да что звук идет здесь у нас идет адаптер такой который подключается в usb разъем то есть он работает конкретно через этот адаптер радиоуправления на 2 и 4 г герца довольно неплохой она обычно такой пульт работает в любую сторону можно клацать и управлять принципе не нужно нацелиться конкретно в тебе бокс можно в любую сторону нажать и она должна срабатывать работает от двух батареек типа 3 а вот к нему доберемся более потом в общем сторонку адаптер тоже дальше у нас комплекте еще идет атакует блок питания блок питания на 2 ампера и 5 вольт но с более тонким штекером часто бываете в боксах более толстый штекер здесь более тонкий что-то типа того как мини что-то типа того как ми бокс 3 например там тоже такой похожий штекер был блок питания стандартный кроме штекера дальше у нас идет hdmi кабель для подключения тиви бокса к телевизору обычный стандартный кабель типа а с обоих сторон заклушками около метра хорошо ладно потому что мы сторонку все это отложим так что нам не понадобится перейдем к самому тиви бокса тиви бокс смотрится довольно симпатично сразу скажу он реальности так вот довольно стильно смотрится вообще в принципе не знаю в прошлых видео тоже уже показывал обычную версию m8s примерно это в принципе то же самое можно сказать спереди у нас имеет имеется вот такая вот здесь радиаторная решетка ну смысле для вывода горячего воздуха с правой стороны тоже все обрешечено то есть поздняк такой даже видно наверно вам на камеру тоже наверно видно что насквозь это очень хорошо то есть в горячем воздуху точно будет куда выходить так что перегреваться он не должен с такими вот решетками дальше задняя сторона у нас имеет разъем на аудио видео то есть такой как наушниках 335 jack аудио видео для подключения к примеру колонок 2.0 можно наушники те же самые можно к старым телевизором подключать с помощью кабеля на 3 тюльпана с другой стороны с этой стороны как наушники а с другой стороны как 3 тюльпана дальше у нас идет ethernet выход то есть вам выход для подключения интернет кабеля напрямую если у вас например нет дома роутера вай фая то можно подключить кабелем напрямую интернет и пользоваться дальше у нас идет hdmi выход на 2.0 версии для подключения к телевизору через кабель который у нас комплекте уже имеется hdmi спокойно поддерживает 4k разрешение то есть такой вот выход хороший и последний выход у нас имеется 5 вольт вот для питания для подключения в розетку блоком питания который соответственно в комплекте идет и последняя сторона у нас имеет два usb разъема два usb разъема 2.0 версии и слот tf карточки то есть микро sd карточки может сюда можно вставлять для того чтобы проширять память это у нас версия на 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти то есть если можно если вам допустим не будет не хватать памяти мы ее можно расширить с помощью sd карточки микро sd карточки и или можно через usb различными емкостями флешки или также можно подключать винчестер то есть жесткий диск до терабайта вот нижняя сторона у нас имеет атакует тоже еще прорешеченный вид тоже все такое в перфорации для вентиляции опять же чтоб не перегревался то есть это сплошное вентиляционное вентиляционный корпус кроме верхней части получается прорезиненные ножички 4 прорезиненные ножки для того чтобы он стоял устойчиво на столе или где там будет стоять в общем tv-box довольно неплохой также тут установлен android 7.1 то есть последняя версия android который имеется процессор как вы уже поняли по этой буковке назвал в названии модели здесь стоит м logic с 905w он также идет в связке с графическим ядром от мали 450 то есть довольно неплохое такое графическое ядро которое может спокойно даже тянуть небольшие такие вот игры то есть графику 4к спокойно тоже должно тянуть опять же кому нужно конечно же скину ссылочку под видео если кому нужно хотите посмотреть хотите покупать просто такие модели обычно идут в двух вариантах там например или с обычным пультом он дешевле стоит там типа сама соответственно и приставка будет дешевле или с таким вот пультом он гораздо лучше удобней но он не дороже чуть стоит то есть это в пределах 42 долларов по моему стоит этот tv-box хотя бывает и дороже принципе я вот покупал в этого продавца он довольно быстро отправил доставилось вообще очень быстро за две недели так что я доволен здесь есть голосовой поиск то есть что здесь самое удобное что здесь можно использовать его как сяомовский tv-box 3 например там или 4 там тоже например просто нажали и говорите что вы хотите искать здесь есть микрофон видно надеюсь нормально то есть как видите здесь у нас даже указано что какая кнопка где означает так что разобраться думаю проблем не составит вам наверное за счет такого пульта то tv-box и стоит покупать потому что пульт реально крутой ну собственно пока что наверно на этом закончу это как бы был анонс потом я сделаю отдельно видео уже обзорчик по приставке этой и покажу уже как она на телевизоре работает и более подробно не расскажем а так что на этом пока что все кто хочет купить можете зайти под видео на ссылочки посмотреть почем стоит что как тому подобное и купить собственно а пока на этом все до скорых встреч до свидания а